Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 3, вопрос 898. Слышали, что блокаду, то есть гонение с детского лагеря Стана, снял Шойхид Яков Нахманович? Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, Шойхид приезжал с целой комиссией, и с тех пор нас не трогают. Вот как их приезд описывает воспитатель Савченко Виктор. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. 2 Тимофею, 2 глава, 23 стих. Состав комиссии. Шойхид Ян, Салдан И.Н. Главврач С.С. Замглавврача Хорошев Б.А. Смирнов Г.Е. Главврач С.С. Мамонтовского района. Петренко В.С. Метелев П. Глава администрации района. Старчиков И.Н. Глава администрации Корченского сельсовета. Приятное впечатление произвел Шойхид Яков Нахманович. Я присутствовал на некоторых беседах Игнатия Тихоновича с ним. Игнатий Тихонович показывал лагерь Стан и все, что относится к нему. Вигвам, колодец, огород, пирс, то есть пруд и баню. Шойхид проявлял интерес, расспрашивал. Не подходил ко всему виденному предвзято, как другие члены комиссии. Видно, что это человек образованный, порядочный, добрый. Расспрашивая о лагере, можно сказать. Исследуя увиденное, он в итоге сделал заключение. Лагерь уникален. Нужно помогать. Со слов Игнатий Тихонович. У других членов комиссии была как бы пелена на глазах. Они не видели ни уникальности лагеря Стана, ни той цели, которую преследует начальник лагеря Стана и его помощники. Вспоминаются слова Христа. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вот в этой фразе Господа заложено или показано? По-моему, вся характеристика той цели, которую преследуют эти чуждые христианству люди. Они следят за нормами, калориями, за энергетическими ценностями и за другим смотрят бдительно. Напоминают фарисеев, ревностно смотрящих на Господа. Следят за омовением рук, столов, скамеек. Нормы, правила, инструкции. Но не смотрят на души, да и не могут смотреть. Ибо сами являются мертвецами. Хотят украсть детей, а потом погубить. Лицемеры, горе вам, говорил Христос. И мы должны сказать аминь. На некоторых беседах я присутствовал. Около келей, которые соединяются с вещевым складом, стояли следующие лица. Солдан, Хорошев, Смирнов. Позже подошел Петренко, отец Иоаким. Я, Татьяна Кузьминична Капустина, она принесла меню, показать Солдану. Солдану это меню не понравилось. Это вы сейчас за пять минут написали. Нужно делать как положено. Это недословно приблизительно. И еще. Я два года назад помогал вам, а теперь не буду. Смирнов. Должны указываться калории. Ребятишки таскают камни. Подошла Любовь Николаевна, Вера Федоровна, врачи. Любовь Николаевна беседовала с Хорошевым, показывала аптечку. Хорошего эта аптечка не удовлетворила. Такая аптечка в любом автомобиле, высокомерно заявил он. Разговор зашел о раннем подъеме. Капустина, Татьяна Кузьминична, говорит. Вы поживитесь неделю в лагере, сказала Солдану. Солдан, поживите, в пять вставать, камни таскать. Подъем должен быть в семь часов. Отец Иоаким. У нас в семье было десять ребятишек. Вставали рано всегда, работали. Вот я на покосе. Если рано встану, то накошу больше сена. Солдан перебивал батюшку. Я говорю о ребятишках, я сказал. У нас график передвижной. Опрашиваю мнение детей. Высыпаются ли или нет. Вот сегодня встали в шесть часов. По просьбе детей. В ответ молчание. На лицах презрение, надменность, насмешки. Солдан. Покажите мне второй комплект белья. Вот сегодня постирали вы белье. На чем будут спать дети? Отец Иоаким. Да оно за два часа высохнет. Другой разговор. Игнатий Тихонович рассказывал Шойхиту о покосах. Подвел к Вигваму, где костер с картофелем. Показывает колодец. Я открыл. Почерпнул воды ведром. Рядом Смирнов, Метелев. Игнатий Тихонович предлагает попить. Пьет Шойхит. Вода очень понравилась ему. Пьет Метелев. Говорит, что местный СС обследовала воду. Пробу брали. Вода чистая. Смирнов отказался. Из одной посуды или сосуда, сказал он. Пьете. А если кто-то заразный? От Вигвама до огорода я шел с Метелевым и беседовал. Рассказал ему о том, как строго смотрим за детьми. Идем купаться. Старший входит в воду первый. Проверит место купания. А вдруг кто-то что-то оставил? Специально ли? Не специально? Надо узнать. Метелев говорит. Да кто может тут навредить на пруду? Ну, приближенно так. Я. Да вот недавно приходил какой-то человек. И в прошлом году, и в позапрошлом приходили. Приезжали чужие люди. Метелев спрашивает меня, живу ли я здесь, откуда? Я рассказал ему о себе, где учился, что закончил, откуда приехал, кем здесь в лагере работаю, что работаю по любви к детям, ничего от этого не имею. Разговаривали о лагере. Метелев. Избрали бы вы другое место, где благоустроенные корпуса и так далее. Я ему отвечаю. Сколько сейчас отравленных детей? Привожу примеры. В Ярославле где-то 150 детей отравлены. В Рубцовске в прошлом году. Мы жили в лагерях, знаем не понаслышке, отвечаю я. Там разврат, воспитатель сподопечный. Мы с вами на разных полюсах. У нас Господь норму устанавливает в душе. Совесть нам говорит, что нужно делать. Главная причина того, что творится в лагерях, это безбожие. У неверующего нет никаких границ. Он на все пойдет. Метелев не задерживается на одной теме. Быстро переходит на другую. В чем отличие вашей зарубежной церкви от русской православной? Я подробно рассказываю о декларации митрополита Сергия, о политическом разделении, о предательстве священников, о бегстве людей, гонимых за границу, что учения у нас одно и то же, книги те же и другое. Подошел батюшка. На огороде он показывал Метелеву наш сад. Вторую половину огорода. Зашел Хорошев. Лицо надменное. Запомнилась фраза, которую он бросил, глядя вслед Игнатию Тихоновичу и Шойхиту. Они пошли на пирс. Он сейчас долго будет говорить, заговаривать. Что-то в этом роде смысл такой. С Хорошевым хорошо не поговорить. Пытался я, молчит, варится в собственном соку своих мыслей. Инструкции, правила, положено, не положено, дальше не идет. Пренебрежение на лице, ухмылка иногда. Далее я отвел детей на картофельное поле, посоветовавшись с Наташей. Больше я никого не видел из членов комиссии. Воспитатель лагеря Стана, Савченко, В.Н. 27 июня 2000 года. «Уклонись и найдешь покой». Сирахова, 22 глава, 14 стих. Когда приехала комиссия из СЭС, я была с Галей Можиной и Булдаковым Антоном возле бани. Мы стирали постельное белье. Нас оповестили ребятишки. Потом за мной приехал Витя на велосипеде и сказал, что Игнатий Тихонович просит меня прийти в лагерь. Детей успели спрятать от комиссии. Когда я подходила к лагерю, увидела такую картину. Петренко, В. сидел вне лагеря в тихом одиночестве и нажимал экспандер, сидя на козле для пилки дров. Игнатий Тихонович с Шойхетом был возле качелей и о чем-то душевно беседовал. Другая группа, Батюшка, Барабаш, Л., Фатеева, Л., Капустина, Т., Салдан, И., Хорошев, Е., Смирнов, Г., стояли возле моей кельи. Салдан громко возмущался, что нет вычисления калорий и меню. В аптечке нет трубки для трахеостомы, что используется только реанимация при отеках горла или серьезных нарушениях дыхания. Я сперва подошла к Игнатию Тихоновичу. Он представил меня Якову Нахмановичу. Раньше я его никогда не видела. Больше всего меня поразило его доброе, открытое лицо. Он спросил, вам здесь нравится? Да, ответила я. Вот только комиссии нас замучили, жить нам спокойно не дают. На этот мой ответ его глаза выразили какое-то сочувствующее сострадание. Тут подошла Фатеева Л.Н. и позвала меня, сказав, что требует меня группа сессовцев, Салдана. Я сразу не узнала его. Когда я была у него в кабинете на приеме с Игнатием Тихоновичем, это был спокойный, очень доброжелательный человек, желающий нам помочь. Здесь же агрессивный, непримиримый, враждебный. Потом мы все пошли на пирс. Игнатий Тихонович их повел на огород, в баню. Туда пришел Игорь Николаевич, глава администрации села Корчино. Он беседовал со Смирновым, рассказывая, как Игнатий Тихонович умело ведет беседы, выделяя и слова, и четко проводя свою линию. Когда вся группа с Игнатием Тихоновичем шли по дороге от бани к лагерю, Шойхет сказал, мы не имеем права с вас что-то требовать, так как вам ничего не дали. Приходько Наталья, старший воспитатель, 27 июня 2000 года.